В третье воскресенье после Светлой Пасхи церковь вспоминает Джон Мироносец. В 2016 году дата эта приходится на 15 мая. Праздничным считается не только само воскресенье, но и вся неделя после него. Она посвящена уже не Дворцу, а обычным женщинам, проявившим себя бесстрашно и преданно по отношению к Иисусу. Среди верующих людей в эти дни принято поздравлять мам, сестер, бабушек, тетей, дочерей и жен. Ведь праздник Джон Мироносец считается христианством именно женским торжеством. И сегодня мы с вами празднуем праздник всех жен, потому что это женщины, сестры, девчатка, тети. Мы всех такая женская полка. Мы сегодня всех витаем, потому что женщина это, кажется, оберег. В честь православного женского праздника в Покровской воскресной школе преподаватели вместе с детьми подготовили концерт для своих дорогих мам, бабушек и сестер. В песнях, стихах, разыгрываемых сценках на сюжет из священного писания они послали не только библейских героинь, святых, но и простых женщин, продолжительниц рода людского, воплощения мира, добра и любви. Юрий Тернавский отметил, что этот праздник организован с душой, оставил самые приятные впечатления, а для детей он имеет огромное воспитательно-нравственное значение. Уважаемые родители, уважаемые мамы, сегодня огромные слова благодарности за воспитание наших детей, потому что наши дети в Мариуполе, в Боевом, в нашей воскресной школе самые лучшие. У нас единственная школа работает в стационарной Донецкой области. И самое главное – соучастие, сопричастие в воспитании духовного наших детей – это ваша святая обязанность. Потому что не только батюшка, не только преподаватели, но и родители должны активно участие принимать в воспитании детей в отцерковлении. Завершился праздник сладкоежкой. Для детей накрыли столы с пирожными, сладкой выпечкой, фруктами и другими угощениями, которые они приготовили вместе с мамами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok